Здравствуйте, меня зовут Хрустова Екатерина, и я родом из Кострома. Релиз «Человек» — так можно перевести из греческого имя моего персонажа, Лизанта. Его путь — это путь трансформации, путь обновления. И за счет костюма я хотела максимально отобразить этот момент, как человек, мой персонаж, проходит в полный цикл прирождений. Как вы видите на данном слайде, я обратилась к изобразительному языку Японии, потому что мне очень близкий определенный момент этой культуры. Мне искренне нравится то, что идет симбиоз между ультра-современным городом, урбаном, и почитание традиций, почитание верований, творения силы природы. Поэтому, как вы можете посмотреть, мой первый персонаж, первый образ моего героя, он отдаленно напоминает какие-то мотивы урбана. Это может быть и камень, это может быть и цемент, это может быть какая-то такая городская среда, которая лишила его своей индивидуальности. Также из творческого источника я взяла определенные моменты, которые хорошо работают в конкретном виде танца. Поскольку нам дали задание, что это контемпорали, соответственно, здесь шла речь о доработке динамических элементов. И я очень полюбила парики адекционных актеров, этих образов демонических. То, что вы можете видеть на этих слайдах, которые при движении отображают всю сущность вот этого зловредного персонажа. Не всегда зловредного, чтобы все равно. Но это обязательно подчеркивает динамику движения. Также я взяла... Давайте, наверное, так сделаем. София, давай мы сейчас начнем чуть-чуть раздевать. Это я уже отражаю. Смотрите. Мой персонаж, он трансформативен. И это была основная, наверное, сложность и задача, которую я поставила самому-то собой. Мне очень хотелось, чтобы вся трансформация происходила внутри этого героя, чтобы не было такого, что у него где-то спрятали плащ, где-то у него что-то еще. Мне очень хотелось отобразить тело мирно-изнанка. И да, это было сложно технологически. Да, были моменты вкладки. Но, скажу так, что задача была поставлена, и вот такой интересный результат получился. Позвольте немножко следствию. Вот с таким вот фонариком могли меня наблюдать на выборе материалов, на репетициях, на отработке фактуры. Да, потому что работа в команде подразумевала плотное общение с художниками по свету. И вот это вот у нас четко отговаривалось о том, что я подбираю материалы, что я подбираю какие-то дополнительные способы декорирования, которые будут фломбаррисцировать. Да, потому что у нас идет среда, изначально то, что у нас в сфотографии идет герой выходит из леса, и оказывается в саду камней. Да, и отсюда я тоже шла на тему Японии. Отсюда, да, вот сейчас поконструкцию попозже. Вот, и вот такой вот у нас персонаж получается, получается вторая трансформация, когда это демо. Да, ну, тут как бы читаем, Попрутись, пожалуйста, порадуй меня. Спасибо. Вот, это второй образ, который у меня получился. Если мы сейчас посмотрим сборочные схемы, это была отдельная история, как это изобразить, потому что очень сложно было даже саму для себя понять, что он значит мирно-изнанку. Когда у нас идет верхний час костюма, она наворачивается, остается келот, остаются сверху штаны, и вот такой вот комбинезон, как мы его называли, комбинезон с басочкой. Да, и также, наверное, сложность была с практикованным застежкой, но, в принципе, там было найдено хорошее решение. Спасибо нашим наставникам. Был изначально изготовлен макет, которая была первая. Да, тут прям все видно, как оно шло по макетированию, и уже на примерке были миссии на коррективы. Давайте попробуем разоблачиться. София. Вот в этом, в период обобщении, и заключался, наверное, смысл, и та философия, которая вложила своего Лизандра, потому что для меня было принципиально важно показать тот путь, который приходит человеку. От момента, как он приходит в ситуацию, как он ее переживает, какие эмоции в нем поднимаются, и то, каким он из этого выходит. Отдельно хотела обратить внимание на фактуру, которую я использовала. Это идет работа с фактурой, как шрам. Да, человек обережен, человек справится, человек победил, но на его теле, на его костюме остались следы этой борьбы. Ну, потому что мы не что-нибудь приходим исследовать. И этот костюм очень удобен для хореографии, потому что у нас очень много было поддержек, да, вот то, что вы работали со своей партнершей, и это действительно было попадание, и по тредам, то, что мы, изговариваясь, тогда договорились, да, там, видимо, вот, и то, что у нас случилось, очень гармоничная картинка, которая лично у меня, она прям трогала задушу, в туалетной шестой раз. Я не помню, что там уже на следующем. Вот, атака примерки. Да, здесь можно пронаблюдать, что он, привет, глаз я видела на себя, потому что он был на маске. Да, какие-то фактуры. В общем, тут все достаточно понятно. Можно следующий слайд? Нет, следующий. Да, вот, все, что я хотела показать, в принципе, то, что вы сейчас уже видели наглядно, трансформация персонажа, урбан, демон, выжившим. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Спасибо, Елена. Вопросы, участие под экспертов и зрителей. Вообще, я пропускаю свою трансфантастическую работу и очень впечатляет. И здорово, что сейчас можно близильно смотреть, потому что, конечно, там, при ультрафиолете было не все понятно, не все видно. Меня заинтересовала маска. Это что за существо такое, как вы к этому пришли. и очень интересует меня на орнамент, да, вот эта вот, как бы, отделка, которую вы сделали на плаще. Это, откуда ее издокили? Может, по формам, да? Я понимаю, это многие вещи, конечно, очевидные, да, после вашего рассказа. Ну, вообще, по орнаменту, я бы не сказала, что я очень глубоко копала непосредственно орнамент в Японии, но я не ставила при собой такой задачи, прямой, прям, результат. Там и так было много всего заинствовано. Это давно мне понравилось, потому что, лично у меня, он ассоциировался четко с этим направлением, да, куда будет ветер. Потому что, по-дамасске, третий глаз, да, традиционный символ, источник. Потому что его можно интерпретировать как глаз вразрения, глаз всевидения, и я не говорю, что демон, это плохо в целом, да, то есть это определенная стадия, через которую человек проходит, душа ему проходит, да, потому что она может облать как и сверху, так и снизу. И вот этот вот третий глаз, он лично у меня ассоциируется с таким более глубоким прочтением, что это не хорошо, не плохо, мы не даем оценочных суждений, но это то, что происходит. Это открытие сознания. Екатерина, я сподравляю, это действительно потрясающая работа, очень яркая, запоминающаяся. У меня такой вопрос, мне показалось, что третий образ довольно-таки сильно художественно отличается от второго и от первого, и нет вот этого гармоничного, этого перехода, не хватает какого-то элемента. В третьем образе от второго, например, потому что второй образ, он одновременно очень современен и традиционен, а третий, такое ощущение, что он просто из другой оперы, так скажем. Вы же унесли, там был веер, это было необходимо по хореографии, потому что там такой переход от этого партнерша, потому что это такой элемент, над которым я слилась до последнего, потому что ассоциации неоднозначные, но в флористенте все работает, и когда у них идут пары танецов, это тоже работало, по поводу того, что это смотрится современно, спасибо, потому что я очень люблю эту форму. За крой, за слово крой я называла традиционные брюки хакама, то есть это вот прямо японская тематика, вот прямо, что лина есть, только единственное, что я сделала чуть-чуть по-другому пояс, потому что, ну так будет долго и в танцах, да, а так это брюки для восточных иногорск. По поводу водолазки, тут все-таки, ну так надо смотреть немножко, где мы из велика, да, чтобы все-таки это шрамы, все-таки мне бы еще хотелось вот лично, ну, я сомневалась, я не стала этого делать, по поводу татуировок, да, что там они должны были быть, но в процессе я поняла, что это уже ту матч, да, что он прекрасен, как и есть, и хочется привлекать внимание от его штанированного, возвращенного на правильное, на нужное место сердца. Естественно, нет, естественно, что это было частью задания от артмастерства, что первый этап создания образа это были именно Мульбойт, с цветовыми решениями и с фактурами. Естественно, что здесь очень большой нюанс, что задача передо мной, которую я сама себе поставила, это все-таки шоу, да, контемпорари, реверсимый театр и работа художника на свою тупую. И есть нюанс восприятия костюма во флуоресценте, как бы есть при дневном свете, да, то есть это такая тонкая игра, но у меня была возможность это обыграть за счет света, потому что это действительно тонкий лед, да, что сейчас костюм без подсветки можно даже не понять ни уровень, там, подбора материала, да, ни фактуру, потому что флуоресцент, он может любить, но он может видать такой, как бы, вау-эффект, на который я и рассчитывала, потому что мне хотелось. Ну, вот, составление, да, составление карты это обязательно, и это очень бывает сложно, и вот, вот, вот. Бабе, да, да, да. Продолжение следует...